Итак, предлагаю вашему вниманию семинар, посвященный Windows 10, называется Windows 10, что приготовил нам выпуск новой операционной системы. Меня зовут Соколов Михаил, я являюсь старшим преподавателем центра специалист, профилирующее направление, которое я веду это продукты компании Microsoft, операционные системы, технологии, продукты. Ну, кроме того, что являюсь преподавателем, также являюсь практикующим инженером, занимаюсь в области консультирования, консалтинга так называемого, и также занимаюсь проектами, внедрениями, на моем счету немало успешных внедрений. Ну, как я уже упомянул, в основном это продукты компании Microsoft. Более подробная информация о наших курсах, в частности, Microsoft-овских, вообще курсы в специалист, специалист предлагает не только по Microsoft, но и по другим вендорам, по другим продуктам. Их более тысячи, и на сайте 3W специалистов, вы можете подробно ознакомиться. В том числе и с курсами Microsoft, которые я предлагаю. Все сертификации, вы видите, на слайде имеются. Сертификации, они отражают, на самом деле, ту практическую деятельность, которой я занимаюсь, не только преподавательскую. Основной кредо мою это преподавать то, чем непосредственно занимаюсь. Рассказывать о тех продуктах, где имеется реальный опыт внедрения. Если помните, ранее я предлагал, предоставлял вашему вниманию аналогичный вебинар, но на тот момент операционная система Windows 10 еще не была. Windows 10 не была известна под этим названием. Предположительно, она ожидалась как Windows 9 следующего поколения. Но по известным причинам Microsoft резко сменил стратегию нумерации систем. И когда мы получили technical preview, версию для ознакомления, мы несколько версий различных имели возможность тестировать, благодаря чему Microsoft предлагает достаточно добротный, целостный продукт с учетом пожеланий, опыта тестирования, фидбэков пользователей, которые участвовали в программе предварительного тестирования. После того, как мы с вами посмотрели те тенденции, которые в technical preview были заложены разработчиками, теперь уместно посмотреть, что же мы из этих ожиданий получили. В основном идея вебинара познакомить с основными фундаментальными технологиями и возможностями, которые приносит нам продукт. Причем не только с точки зрения конечного пользователя, но и с точки зрения айтишников, айти-администраторов, пользователей корпоративной среды, как эта система и ее возможности будут вести себя с точки зрения управляемости в большой корпоративной среде, и как это будет интегрироваться с существующими решениями, решениями не возникли каких-то проблем при переходе на Windows 10. Но сразу могу сказать, что практически каких-то проблем совместимости, они если имеются, то весьма в небольшом проценте. Как правило, в силу того, что основные компоненты, которые отвечают за совместимость, они не претерпели изменения, если и претерпели, то в области оптимизации, то совместимость с продуктами, технологиями сохраняется, начиная с Windows 7. Поэтому каких-то проблем быть не должно, ну, по крайней мере, по результатам тестирования. Посмотрим с вами функции для администрирования и работы в корпоративной среде, и посмотрим еще один пласт, заложенный в БАА-технологии, это улучшение в системе безопасности. Поскольку технологии развиваются, угрозы появляются все более новые, и, соответственно, меры их противостояния этим угрозам должны также совершенствоваться. Таким образом, вебинар обращен не только к тем, кто, в общем-то, уже работает, начал работу с операционной системой относительно недавно, выпущенной в конечной версии. Ну, и для тех, кто собирается переходить на новую систему и, возможно, сомневается, стоит ли переходить, а что будет, какие проблемы могут возникнуть, что ожидать от этой системы и стоит ли. Ну, и, в общем-то, публика делится традиционно на две большие категории. Те, кто приемлет систему, рады и с энтузиазмом воспринимают операционную систему от Microsoft, ну, и традиционно определенный процент людей, которые недовольны системой, которым что-то не нравится, чем-то они недовольны. Но нравится, не нравится – это вопросы чисто субъективные. Продукт есть, в том числе тем, кому он, возможно, не нравится или не нравятся какие-то компоненты, все равно предстоит работать, особенно если такие пользователи будут работать в корпоративной среде с теми системами, которые им предоставляют работу дать, и в них как бы выбора не будет. Поэтому вопросы нравится, не нравится, как показывает, в общем-то, в частности, мой опыт общения с такими заказчиками, с такими людьми. В большинстве случаев причиной недовольства является просто неумение работать или непонимание основных концепций системы, ну, и нежелание, или отсутствие времени изучать. Поэтому надеюсь, что и для такой категории пользователей вебинар тоже будет, ну, по крайней мере, не бесполезен в плане как познакомиться с системой, что ожидать, где что найти, и, может быть, какие-то подсказки, и какие-то трюки вам помогут. Итак, что нового для пользователя? Ну, в этом плане можно открыть такую вот ссылочку на сайте windows.microsoft.com, rur.ru, windows.10, got started, what's new? И, соответственно, здесь расифицированная страница. Наверняка многие из вас уже, особенно те, которые установили систему, получили отсылку к этой веб-странице. Вы можете посмотреть все новшества, как их настроить, различные полезные советы, и, в общем-то, получить что-то вроде ответов на часто задаваемые вопросы. Рекомендую. Ну, собственно, наиболее яркое, как это ни парадоксально, событие, которое случилось, это возврат долгожданного меню пуск. Ну, пуск переработан. На самом деле мы получили гибрид между классическим подходом к открытию, с единой локацией, с единого местоположения основных органов управления системой, то есть кнопка пуск. Ну, поскольку у нас теперь, начиная с Windows 8, система имеет два типа приложения, две платформы, это MetroStile, иммерсивный интерфейс под плиточные приложения, появилось и традиционное Win32 приложение, поэтому в виде плиток вы можете меню пуск видеть. То есть то, что раньше было десктопом, теперь открывается, не экранируя основной десктоп, рабочий стол, классический для Win32, и вы можете видеть и плитки, и приложения. Ну, в общем-то, все-все-все. Новые возможности, предоставленные для работы в интернете. Вам предлагаются два браузера. Теперь тот браузер, который в Technical Preview шел под кодовым названием Spartan, называется Edge. Ну, и Microsoft Edge позволяет вам ряд новых возможностей работы в интернете. Но, тем не менее, для обратной совместимости вы также можете вызвать интернет-эксплорер. Если открыть, по умолчанию у вас открывается Edge. Из типовых улучшений, таких заметных интересностей, добавлена возможность, на самом деле, приложения интегрированные создавать веб-заметки. Вы можете здесь что-то рисовать, что-то отмечать, и расшаривать эту информацию, то есть делиться своими вот такими вот пометками с общественностью, либо сохранять веб-заметку, либо выйти из приложения интегрированного без сохранения тех рисунков, которые вы нанесли. Ну, из разряда таких полезных, в общем-то, удобств вы можете запинить, закрепить на начальном экране, на экране пуск понравившего вам страницу, то есть это оптимизирует подход, который ранее использовался для сохранения наиболее востребованной информации в избранных. Теперь вы можете все это дело закрепить. Естественно, основное внимание уделяется вопросам безопасности. Ну, здесь есть много спекуляций на тему, есть различные мнения в плане безопасности, а не шпионит ли система за нами. Об этом тоже пару слов скажу, и небольшие ссылки предоставлю для тех, кто не приемлют систему именно из соображений шпиона мании. В области безопасности уделено особое внимание. Microsoft предлагает новую технологию, которая известна как Microsoft Passport, которая позволяет защититься от уязвимостей, характерных для парольной аутентификации, то есть от чищения паролей или от хищения хэшей паролей с последующим брутфорсом. То есть в парольной аутентификации слабым звеном является, собственно, сам пароль. Чем он проще, тем он предсказуемее, тем, соответственно, меньше времени на взлом узлоумышленника уйдет. Здесь, в принципе, предлагается от этого слабого звена уйти. За счет чего мы можем уйти? За счет того, что мы можем использовать уже известную нам технологию, технологию публичных ключей, инфраструктуру, точнее говоря, публичных ключей, и раньше аутентификами использовалась. Это понятие «приватный ключ» и «открытый ключ», соответственно, для шифровки-дешифровки, для генерации и защиты контента и своей идентичности цифровой подписью. То есть основой в инфраструктуре публичных ключей криптографической основой было что? Были хэш-лгоритмы и было асимметричное шифрование, асимметричная криптография. Собственно, асимметричная криптография, соответственно, пара ключей используется и в технологии Microsoft Passport. Для дальнейшего облегчения жизни пользователя, для того, чтобы скрыть всю эту сложность от него, чтобы пользователь не заморачивался, что там реализовано внутри, как это работает и как это настроит, поверх технологии Microsoft Passport реализована технология Windows Hello, расширяющая возможности аутентификации в сторону биометрического подхода, в сторону использования биометрических устройств. Но не секрет, биометрические устройства уже прочно вошли в нашу жизнь. Большинство из вас пользуются устройствами, таким как ноутбуки с встроенным сканером отпечатков пальцев, например, биометрии. Ну и более продвинутые, более комплексные средства это сканирование сетчатки глаза, сканирование радужной оболочки, что в общем-то более подпочтительно. И в принципе сканирование лица. Технологии совершенствуются и используются достаточно комплексные средства, комплексное программное обеспечение для распознавания по паттернам, по точкам. Порядка их 60 поддерживается тысяч распознаваний лица. Соответственно, мы можем теперь просто улыбнуться нашему устройству и, будучи распознанным, получим доступ без ввода пароля, без дополнительных действий. Конечно же, это удобно и уже это не фантастика. Уже это сегодняшний день. То есть, будущее наступило. Поздравляю вас с этим. Следующий момент это приложение в Windows 10, в частности, приложение Office. Кстати говоря, приложения, те, которые носят облачный характер, те, которые реализованы в виде плиточных приложений, они доступны через магазин и теперь через магазин, кстати говоря, улучшенный относительно предыдущих реализаций операционной системы, мы можем получить приложение Office. Ну и, соответственно, использовать эти приложения для чтения, редактирования документов в Office и все это интегрируется, если у вас есть облачная учетная запись и облачные подписки на такие сервисы, как Office 365 с вашими облачными сервисами, что, в общем-то, удобно для организации. Что касается разных улучшений, интересностей, которыми изобилует операционная система всякого рода пасхалки, которые разработчики время от времени выключают свою систему. У нас добавлено и, в общем-то, не секрет подобная возможность, она встречалась и была обнаружена в предыдущих версиях операционной системы Windows. Ну и традиционно мы можем найти эту замечательную возможность в Windows 10. Это так называемый режим Бога. То есть админим в режиме Бога God Mode. Включить это крайне просто. Для чего это нужно? А для того, чтобы на первый взгляд пестром и непривычном интерфейсе не заблудиться, чтобы быстро понять, где, что, какая настройка находится, как ее найти, проще говоря, чтобы наша работа с операционной системой не превращалась в подобие передачи что-то, где-когда, мы можем вывести все-все-все настройки, которые только реализованы в операционной системе через единое представление, через единое view. Соответственно, для этого мы создаем папку и переименовываем ее в вот это вот имя. Вот, точка и фигурно в скобочках вот этот вот уникальный идентификатор. И что мы получим для примера? У нас с вами есть виртуальная машина. Покажу. кстати говоря, в Windows 10 встроена известная нам ранее возможность или фича клиент Hyper-V. То есть Hyper-V мы можем также использовать для создания и импорта экспорта виртуальных машин и для того, чтобы нам создать такое универсальное представление всех возможностей мы создадим папку и эту папку переименовываем в то самое название, которое я вам предложил. Но можно скопипастить. в другом сеансе включено. Таким образом. теперь папка поменяла свое изображение на значок характерный для контрольной панели для панели управления. Но это не совсем привычная панель управления. Если дважды кликнем, мы увидим то, что в панели управления мы не видели. Даже если мы будем играться с различными настройками этой панели, большинство, не большинство, а часть настройок они в принципе могут быть скрытые, открываются даже те, которые запрятаны очень глубоко в недрах системы. Что мы видим? Мы видим все настройки в одном месте. Очень удобно для начала пользователя операционной системы, чтобы попросту настройку можно было найти. Имени по ключевым идентификаторам названия. Такой вот комплекс. добавление сайтов из Edge меню пуск обсуждалось, демонстрировалось. Горячие клавиши еще одна возможно не бесполезная тема. Тоже информация не секретная. В принципе вы можете полазить по недрам интернет и все это найти. По большому счету большинство клавиш стандартно, но с появлением картаны вам в русских локализациях пока не грозит, ибо русского языка она не понимает, не научили. То есть в этом плане она от устройств под управлением iOS и ее серия несколько отстает. Что ж, любители яблочных устройств пока несколько впереди, но не за горами светлое будущее, я думаю, в ближайшем перспективе мы картану увидим, поскольку интегрировано в меню поиска, меню поиска кстати говоря интегрировано с системой, это меню бинга, и мы там можем увидеть уже даже не намек, а ссылку к картане, но картана пока, если вы попытаетесь ее активировать в настройках русской локализации системы, увидите, что для вашего региона пока недоступно, то есть переключатель в клубык будет пока затонирован и неактивен. если поменять локацию на US или на поддерживаемое, вы, конечно же, можете картану вызвать, полюбоваться, пообщаться, если владеете языком, но большой пользы от картана как от персонального ассистента в российской локации вы вряд ли получите, потому что русские названия кириллицу она читать не умеет, русские какие-то локализации помощника поиска по картам тоже недоступны, поэтому ждите светлого будущего. Активация картана, первое знакомство, первый вызов, клавиша Win плюс S, пожалуйста, функция, которая добавлена для убыстрения, ускорения поиска и взаимодействия, настройки картана и обучения это хей-картана. Что я могу еще упомянуть, в командной строке Windows 10, как и показывал в предыдущем несколько месяцев назад проведенном вебинаре, все те же самые функции поддерживаются, то есть наконец-то спустя много-много инкарнаций версии операционной системы Windows, у нас нормальная функция копипаста в командной строке заработала, то есть CodeLC CodeLV работает. Она работала и в Technical Preview и благополучно сохранилась в полнофункциональном релизе. Также функциональность прозрачность командной строки также все это работает, то, что показывалось ранее. Все настройки. в цветах у вас есть возможность сделать ее прозрачной или полупрозрачной в той или иной степени прозрачности использовать. поиска CodeLV Ну и функция поиска CodeLV также работает по командной строке. Очень удобно, когда у вас какая-либо консольная утилита возвращает обширный вывод данных и нужно что-то быстро найти, чтобы в глазах не рябило, можно меню поиска вызов. Полезные возможности. Ну а теперь подробнее остановимся на тех моментах, ради которых собственно пишутся курсы. И не за горами два курса. Традиционно это установка конфигурирования первый курс и второй курс, посвященный управлению системами Windows 10 в корпоративной среде. То есть аналогия подобным курсам по предыдущим системам, последний из них Windows 8.1. С октября, со второй половины октября будут доступны два курса и в конце своего семинара я более подробно о них расскажу. Первое, что волнует пользователя, переходящего на новую систему, это совместимость. Совместимость аппаратная, совместимость приложений. Ну, прежде чем вообще систему ставить, нужно посмотреть, хватает ли мощностей, подтянут ли имеющиеся аппаратные ресурсы обработку новой операционной системы или вещь безперспективная. На самом деле аппаратные требования не изменились с Windows и здесь маленькая ноль. Здесь опять же лагерь счастливых обладателей предрешедших на новую систему делится опять же на две стороны. Те, кто всем доволен, у кого быстро работает, все драйвера нашлись, установлены корректно, и те, у кого работать стала система медленно, хотя ожидалось по заверениям большинства протестирующих системы, что система будет работать быстрее. Ну, или попросту часть оборудования попросту теряется. Почему так происходит? Ну, понятно, что Microsoft выпускает операционную систему, а не оборудование. Оборудование, по крайней мере, не в том объеме, в котором мы его имеем на наших персональных устройствах. Оборудование различными вендорами выпускается, и не факт, что все оно совместимо или имеет на момент выпуска совместимые драйвера. Проще говоря, если у вас часть оборудования отвалилась, и вы, зайдя в диспетчер задач, делая правый клик на проблемном оборудовании, то есть то, которое обнаружено, но на нем светится желтый треугольник с восклицательным знаком, и говорит о том, что драйвера не установлены или не найдены. Правый клик, update drivers, обновление драйверов, и, соответственно, можно скачать обновления, если они будут найдены. Ну, естественно, обновления ищутся на центре обновления Microsoft. Мой опыт обновления моих персональных машин увенчался успехом, то есть небольшая проблемка была с видеодрайвером NVIDIA, причем не самого последнего, не самого старого адаптера, но, тем не менее, означенным мною способом драйвер был быстренько найден, скачан и установлен. Если такое не произошло, если такое не произошло, то, значит, производитель оборудования не подсуетился вовремя и не предоставил Microsoft для распространения через центр обновления или для встройки в билд операционной системы драйвер для своего оборудования. Соответственно, воспользуйтесь сайтом Вентера. Возможно, это единственное на данный момент пока решение, которое призвано устранить неполадку. Если даже, конечно же, драйвер был выпущен. И если вендор гарантирует его совместимость с системой. В противном случае нужно, наверное, ждать, когда чудо произойдет, когда драйвер будет выпущен, предоставлен либо Microsoft либо вендором. Но большинство современных устройств, совместимых с Windows 7, также будут хорошо и комфортно чувствовать себя с Windows 10. аппаратные требования, как я уже говорил, те же самые. Ограничения какие могут быть? Для 64-разрядных операционных систем Windows 10 не поддерживается процессора Pentium версии D, Pentium D. Это достаточно старые процессора, и, собственно, если у вас такой есть, то 64-разрядная версия Windows 10 с ним работать не будет, то есть не поддержит набор инструкций. Продолжая разговор о совместимости, если с устройствами все более-менее понятно, как быть с приложениями? Приложения, опять же, совместимы, начиная с Windows 7. Почему так? Дело в том, что подсистема, которая отвечает за запуск приложений, классических приложений Windows, это подсистема Win32. Ну, неважно, какая разница приложения, просто название подсистемы с некоторых пор не поменялась. Это не говорит о ее разрядности на самом деле. Поэтому, коль скоро подсистема Win32 существенных изменений не потерпела с Windows 7, то все те приложения, которые благополучно работали с Windows 7, с Windows 8, Windows 8.1 также будут работать и с Windows 10. Ну, по крайней мере, с очень-очень большой вероятностью. Приложения магазина. Приложения магазина появились недавно. То есть, они появились уже, начиная с Windows 8. И, поскольку магазин доступен разработчикам операционной системы Windows, соответственно, у них под руками была возможность тестирования. Поэтому, гарантированно, приложения магазина также совместимы. Ну, вообще говоря, разработчики Windows 10 неоднократно упоминали и неоднократно появлялась информация о кроссплатформенности операционной системы. Теперь Windows 10 будет одно и также, ну, пожалуй, может быть, с разнообразным набором доступных возможностей, обусловленных аппаратными форм-факторами на разных платформах. То есть, эта система будет управляться не только персональные компьютеры и такие девайсы, как планшеты, но и телефоны и даже любимые Xbox. Ну, и, соответственно, приложения мы можем запускать на любой из этих платформах приложения, если приложения управляются одной и той же платформой. Эти идеи заключаются в изоляции на уровне контейнеров, в контейнерах приложений и запуск их несколько вот строгированным от форм-фактора от платформы виде. Еще один класс приложений, которые важно проверить на совместимость, это веб-приложения. Большинство бизнес-задач решаются с помощью веб-приложений, это могут быть микрософтовские платформы для разработки, создания, использования таких приложений, небезызвестные то же самое SharePoint, SharePoint и сторонние подобные реализации также существуют. Могут быть какие-то кастомные веб-приложения для автоматизации бизнес-процесса организации, для предоставления информации о ней, об организации и так далее. Новый браузер Edge работает с приложениями, ориентированное приложение, написанное с использованием HTML5 версии и для совместимости с устаревшими приложениями оставлен Internet Explorer версии 11. Ну и E-версии 11 у нас по умолчанию предустановлены, вы можете его выбрать в десятке. Режим предприятия в нем так называемый Enterprise Mode в свою очередь обеспечивает обратную совместимость с предыдущими версиями уже Internet Explorer. Мы знаем, что те приложения, которые писаны под устаревшие версии Internet Explorer, не факт, что они будут корректно отображаться или вообще отображаться, режим совместимости ранее использовался в актуальной версии Internet Explorer. Ну, по крайней мере, Enterprise Mode, который вы можете увидеть в Internet Explorer 11 версии, обеспечивает обратную совместимость с предыдущими Explorer, по крайней мере, до 8 версии, до E8. Важное замечание. Если вы используете предыдущую версию операционной системы, например, то же самое Windows 8.1, и пока не торопитесь обновляться, что тоже не самое плохое решение, по крайней мере, задумайтесь об обновлении Internet Explorer, до последней версии, ибо предыдущие версии, поддерживаемые ныне, будут поддерживаться до января 2016 года. с января 2016 года останется только одна версия Internet Explorer 11. Остальные, более старые, не будут получать поддержки, не будут получать обновления. Знакомство. Для знакомства с операционной системы лучше всего взять и поставить ее. То есть установка начала использования. Каким способом мы можем получить систему? Мы знаем, что обладатели текущих актуальных лицензий на Windows 7 и выше получили возможность в течение года бесплатного перехода на эквивалентную поддерживаемую версию Windows 10. Что возможно, что невозможно. Если вы имеете поддерживаемую систему, для которой поддерживается прямой переход, прямое обновление, то поддерживается переход в рамках одной платформы. Кросс-платформенные переходы чудес не бывает, по-прежнему не поддерживается. То есть вы не можете перейти с 32-битной архитектуры на 64-битную. И наоборот. Не поддерживается обновление системы применительно к операционным системам Windows 7 и выше, а загружаем с VHD, так называемая нативная нагрузка, которая впервые появилась в Windows 7. И, соответственно, к носителям заряженным версии Windows 8 и Windows To Go. Но в основном такие сугубо специфичные ограничения вряд ли характерны для поисков девайсов. Поэтому вы можете благополучно перейти на аналогичную архитектуру на 32-битную или 64-битную версию операционной системы Windows 10. Причем Enplace Update, так называемое обновление, прямое обновление, запуск Setup.exe из-под текущей операционной системы поддерживает, обратите внимание, с в нескольких предыдущих версии операционной системы. То есть минус 1, как было раньше, то есть всегда можно было напрямую, не прибегая к техникам миграции, обновиться только с предыдущей версии системы, с Windows 7 на Windows 8, с Windows 8 на Windows 8.1. Здесь три предыдущие системы поддерживаются для перехода. Можно прямо, минуя обновление до Windows 8, Windows 8.1 обновиться с 7.1. Опять же, это рекомендуемый метод для пользовательских устройств, для домашних компьютеров, для сценариев BAYOT, принести свое собственное устройство, когда пользователь владеет операционной системой с предустановленными приложениями, с какими-то данными, которые он обрабатывал, которые хранятся на этой системе. И если эти приложения и данные сохранять негде, то удобно попросту перейти. Поскольку приложение гарантированно совместимо, аппараты требования не изменились, то вы получите обновленную операционную систему с теми же приложениями, которые исправно работали на предыдущей системе, будут работать и здесь. то же самое можно реализовать и на предприятии. На предприятии никому не придет в голову бегать с институционным медианосителем или запускать сетевой шар на каждом из тысяч компьютеров пользователей. Поэтому добавлена интеграция с существующей средой управлением. Существующая среда управления это что? Это System Center Configuration Manager для развода в среде предприятия или Microsoft Deployment Toolkit версии 2013. Они получили обновление. Они могут быть обновлены для поддержки новой версии операционной системы, то есть Windows 10. Децентрализованно вы можете провернуть обновление на уровне предприятия. Дополнительные хитрости, которые на самом деле новшеством не являются, они были и в предыдущей системе Windows 8.8.1. Это компактная установка Compact OS для устройств с малообъемными носителями. Это могут быть относительно недорогие Solid State драйва SSD трудотельники или это могут быть небольшие диски объемом порядка 16-32 гигабайт. Для того, чтобы высвободить дополнительное пространство на таких устройствах для ваших данных до 3 гигабайт пространства для 64-гигитных систем можно освободить, существует режим развертывания Compact OS, компактная операционная система. Крайне просто делается. Вы можете развернуть из WIM-файла, из стандартного заводского WIM-файла, который пребывает на дистрибутиве с помощью знакомой утилиты DISM с применением показанного на слайде ключа DISM EPLI IMAGE с включен Compact. Он включен. В этом случае на диск, на раздел C, будет размещены файлы, системные файлы, операционные системы в сжатом виде. Раньше такой способ установки требовал дополнительных телодвижений, то есть необходимо было создать скрытый раздел, куда выложить WIM-файл, так называемая технология WIM-boot, и те файлы, каталоги, системные файлы, которые размещаются на диске C, на самом деле не что иное, как ссылки на WIM-файл операционной системы в скрытом разделе. В скрытом разделе этот WIM-файл был в сжатом виде, соответственно, с доступом только на чтение, поэтому все обновления, которые пребывали, они хранились уже не в образе, а на диске C в нежатом виде. Здесь этого нет. Windows 10 никаких дополнительных телодвижений, требующих создания скрытого раздела для размещения WIM-файла нет. Все жмется на диске C, включая впоследствии применяемые обновления. Причем с точки зрения производительности типовой вопрос. Понятно, что для компрессии и декомпрессии файлов при обращении к ним расходуется мощность процесса. Как правило, вы загружаете систему, на момент загрузки выполняется операция декомпрессии, загружаются обрабатываемые файлы в память и в дальнейшем идет обращение к памяти. То есть файл обрабатывается в памяти, что снижает сокращает количество операций ввода-вывода. Таким образом, потенциально мы, уменьшая ввод-вывод, устраняем типичную причину узкого места на современных системах, это дисковая подсистема. То есть снижаем нагрузку на интерфейс дисковой подсистемы. Только на момент сохранения файла или выгрузки системы у вас запись ведется на диск и дальнейшая компрессия сжатия. Поскольку здесь какого-то массового обработки сжатия файлов не наблюдается, то существенного ухудшения производительности при современных мощностях вы не заметите. Новый процесс восстановления. То есть теперь не требуется выделенного раздела для Windows Recovery, а теперь используется файл операционной системы из кэша. Кэш находится в Windows System 32 SXS папка. И про восстановление обновленный процесс восстановления будут. Сохранятся все обновления. Раньше мы на эталонный образ откатывали. А теперь сохраняются все обновления, включая обновления драйверов, кроме тех, которые применялись за последние 4 недели. То есть календарный месяц за 28 дней. Языковые пакеты при этом не затрагиваются. Для чего это нужно? Для того, чтобы если достаточно долго работает система, большое количество обновлений прибыло на нее, чтобы потом после сброса не накатывать обновления и не ждать уйму времени, мы жертвуем только последними самыми свежими обновлениями за 4 недели, которые потенциально могут быть причиной конфликта. Соответственно, если конфликт был принесен обновлением, мы откатываем. Еще один важный момент, который реализован в операционной системе. На самом деле Windows ADK, так называемый, Assessment and Deployment Kit был несколько улучшен, туда добавлено дополнительное средство, которое позволяет вам создавать пакеты провизинга или пакеты преобразования. Удобно для сценариев Biot принести свое собственное устройство, когда пользователь использует свой девайс, ноутбук или планшет не только для своих личных нужд, но и для доступа к корпоративным данным. Для того, чтобы получить доступ к корпоративным данным и возможностям, система должна иметь редакцию, которая тебя поддерживает. С другой стороны, необходимо получение тех политик, приложений, профилей, которые позволят пользователю получать доступ к корпоративным данным. Для этой цели теперь не нужно переустанавливать систему на купленном для пользователей пользователям девайсе. Если, скажем, он купил девайс под управлением Windows Professional, Windows 10 Professional, нужно переустанавливать на интерфайс. Можно без переустановки попросту поменять редакцию для поддержки возможностей корпоративной среды. На самом деле мы можем чуть дальше покажу, воспользоваться из состава пакета в ADK, переработанного, добавленного туда средством Windows Imaging and Configuration дизайнера. Windows ICD. ICD показан на слайде из состава соответственно ADK или ADK позволяет вам создать пакет преобразования или провизинга. Стартовая страница этого дизайнера, нажимаете создать новый пакет, вам предлагается задать имя, папку, где будет сохранен ваш пакет и описание. Я создал пакет для изменения версии операционной системы. Дальше выберите какие категории настроек вы хотите посмотреть и использовать для переконфигурации. После чего открываются все настройки, настройки развертывания и настройки модификации системы на ходу, то есть без переустановки по желанию. В частности для тех задач, которые требуют только преобразования редакции, я могу edition upgrade выбрать и преобразовать, обновить редакцию либо с помощью лицензии, либо с помощью ключа продукта. Ну, я выбрал ключ продукта, соответственно, предложено здесь просто указать ключ закупленной организации или же информацию о лицензии, которая куплена на организацию сотрудник, который хочет преобразовать свое устройство. После чего создаваемый пакет можно опционально для защиты этой конфиденциальной на самом деле информации зашифровать, защитить паролем. Пароль, кстати говоря, генерится автоматически, что позволяет избежать слабых пароль. После чего пакет создается и может быть доступен либо по этим ссылкам, либо, соответственно, в той папке делай с их рамки. Ну а дальше как это работает с небольшой ремком. Вот, пакет, пакет PPTJ имеет расширение Convert Edition. На самом деле никаких действий не нужно, дополнительных просто дважды щелкнуть и сказать, что этот пакет, но если я его не снабжал доверенной цифровой подписью, доверенным сертификатом, запросить подтверждение. Ну и происходит подготовка к обновлению. Ну прежде чем мы могли бы на самом деле свойства системы посмотреть, пока у нас свойства системы это Windows Pro, после срабатывания пакета, отработки пакета произойдет перезагрузка и после перезагрузки версия будет изменена на Enterprise. Поскольку в данном пакете я указал ключик. Когда мы либо устанавливаем систему, либо соответственно переходим в так называемый Out of Box Extension экран UBI интерфейс при развертке системы из образа, у нас задается в финале вопрос, кому принадлежит этот компьютер, то есть появляется такой экран. Соответственно, если это ваш персональный домашний девайс, вы выбираете я владею этим компьютером, дальше предлагается вам создать учетную запись для пользователя взамен того администратора дефолтного, который будет из соображения безопасности отключен, как и в предыдущих системах, либо вы, если для корпоративных нужд используется этот компьютер, выбираете моя организация. И вот здесь по умолчанию, если выберете продолжить или доступна другая альтернативная альтернативный выбор пропустить скип, если выбрать продолжить, то у вас произойдет добавление не в домен Windows Active Directory, а произойдет добавление компьютера, если у организации существует облачная подписка и облачный аккаунт с учетной записью или гибридно интегрированная он примит Active Directory облачная среда, то по умолчанию предлагается добавить аккаунт компьютера в Azure Active Directory, в ажурную облачную Active Directory. В этом случае пользователь сможет со своей облачной учетной записью заходить в систему. Если вы хотите добавить компьютер в домен Windows Server 2012 или поддерживаем домен, то выбирайте пропустить. В этом случае вам будет предложено создать локального пользователя и компьютер по умолчанию будет иметь членство в рабочей группе вой группе. После чего вы в традиционном способе можете поменять это членство на тот домен Active Directory on premise, который принадлежит вашей организации. Следующий раздел это технологии безопасности, которая реализована Windows 10. Технологии безопасности можно разделить на три категории, те три аспекта, которые требуют внимания с точки зрения защиты и как правило те три слоя, которые как правило являются целью злоумышленника для проведения атаки. В общем и целом нам необходимо реализовать защиту на уровне платформы самой системы и обрабатываемых данных и приложений от типовых характерных для организации угроз. В том числе защиту нужно реализовать для идентификационных данных, дабы пресечь такие атаки как подбор пароля, хищение хэшей парольных и так далее. То есть атака на идентификационные данные на базу с паролями, с идентификационной информации и так далее. И собственно конечная цель защиты и злоумышленника это данные, те самые континенциальные и приватные данные, которые обрабатываются посредством системы запускаемых приложений. другие технологии безопасности характерны для предотвращения угроз на каждом из этих уровней на платформе, для идентификационных данных, для тех данных, которые могут покидать систему, ибо могут обрабатываться приложениями данной конкретной системы или другими, в частности, сторонними системами. Для идентификационных данных, как я уже упоминал, характерны две технологии. на самом деле одна технология, другая является надстройкой на предыдущие. Это Microsoft Passport и ее расширение для поддержки биометрии. Это Windows Hello. Для защиты данных. Традиционный битлокер и появилось новое слово Enterprise Data Protection. Enterprise Data Protection реализует подход к защите данных на уровне платформы и за ее пределами. То есть позволяет интегрировать все характерные для платформы технологии для защиты данных. Это и флэсшифрующая файлая система, и политики приложений, те же самые правила апплокера, которые определяют, какие приложения в принципе разрешить, а какие нет. Но известная уязвимость и известная проблема предыдущих систем заключалась в том, что все приложения используются подход, в котором все приложения тактовались изначально доверенными. То есть все, что мы устанавливаем, можно запускать. Эти приложения могут быть либо скомпрометированы злоумышленникам, либо это могут быть трояны, то есть программное обеспечение, которое выдает себя за какое-то полезное, легитимное, на самом деле, таком не являющиеся. здесь предлагается на корне такую угрозу устранить. В принципе, сказать, что изначально доверенных приложений нет. Для того, чтобы приложение запускалось и имело возможность обрабатывать защищаемые данные, ценные данные, оно должно быть в принципе доверено, разрешено. Поэтому мы можем узкий круг приложений, явно айтишники могут указать, как доверенные на основании, например, добавления сертификатов издателей или корневых сертификатов список доверенных строя, список доверенных сертификатов, соответственно, имеющие эти сертификаты приложения или доверенные приложения могут выпускаться и только они могут запускаться и они будут запускаться до тех пор, пока остаются доверенными, то есть пока их цифровая подпись не повреждена, пока злоумышленник их не скомпрометировал. Ну, в результате компрометации, естественно, Подпись будет нарушена, и приложение перестанет быть доверенным, и, соответственно, не получит доступ к системе, к обрабатываемым данным. И еще один момент, который позволяет на уровне платформы реализовать защиту, это Device Guard, и Windows Defender по-прежнему остался. Ну, собственно, Device Guard – это технология, которая также вовлечена в Enterprise Data Protection, а именно Device Guard позволяет вам строить списки доверенных сертификатов, и Device Guard позволяет реализовать так называемую контейнеризацию, как в частном случае виртуализация, для виртуализации, на самом деле, части ядра операционной системы. Чтобы даже в случае компрометации ядра, а, как известно, функция безопасности в системах реализована, но не ядра, именно поэтому Microsoft пересмотрел свой подход к установке драйверов, начал требовать с некоторых пор цифровой подписи для тех драйверов, которые имеют доступ и регистрируются или устанавливаются на уровне ядра, чтобы защитить функцию безопасности. Так вот, даже если ядро будет скомпрометировано, на самом деле, отвечающие за безопасность ключевые функции изолированы от ядра операционной системы, поскольку часть ядра запускается в виде такой врезанной виртуальной машины, то есть в виде контейнера, виртуализация, для которого поддерживается гипервизор. А, соответственно, требуется аппаратная поддержка известных технологий со стороны процесса. Ну и традиционный подход Windows Defender также реализован. Но идея заключается в чем? В том, что, с одной стороны, мы, конечно, можем, в принципе, реализовать традиционный подход к приложению, и в этом случае нам необходимо обновляемое антивирусное программное обеспечение. Но антивирусное программное обеспечение в своей основе использует реактивный подход. Сначала обнаружен вирус, выпущена вакцина, распространена на системы, защищенные этим антивирусом, и с этого момента система начинает быть защищена относительно конкретного вируса. Но вирус выпускается гораздо чаще, в гораздо большем объеме, нежели, чем производители антивирусов успевают среагировать. Поэтому у вас есть некий ГАП, некий прогал, в который может попасть злоумышленник. Чтобы вот такую уязвимость прикрыть, вы можете использовать ранее упомянутый мной подход, для обеспечения которого существует защитник устройства Device Guard. Аппаратные средства защиты. Традиционно к аппаратным средствам защиты относился модуль доверенной платформы. Ныне поддерживается вторая версия. И он необходим для реализации ранее упомянутых компонентов защиты, таких как технология Microsoft Passport. И также, как я уже упомянул, доступна ритуализация компонентов операционной системы в контейнеры на основе гипервизора. Но вообще, говоря, контейнеризация, это не новый подход. Он и в сторонних системах, в частности, в Linux и Linux был реализован. И, соответственно, слайд показывает эти концепции, которые были реализованы ранее, в частности, на никсовых системах, на никсовых. Ну, в принципе, чем контейнеризация отличается сам подход от виртуализации классической? Виртуализация на уровне оборудования. Эта операционная система гипервизора виртуализует аппаратное обеспечение, в котором запускается энное количество экземпляров гостевых операционных систем. Эти системы могут быть совершенно разные. Когда нам необходимо реализовать защиту через изоляцию компонентов операционной системы или приложений, нам нет необходимости запускать несколько экземпляров виртуальных систем на одном хосту. Мы можем запускать один экземпляр, а виртуализовать только те функции, которые отвечают за безопасность. И, соответственно, для виртуализации этих функций выделить некий контейнер. То есть общее ядро одно, а функции, требующие защиты, виртуализуются. Резюмируя все уже сказанное, Device Guard позволяет использовать виртуализацию для обеспечения безопасности системы. Ряд компонентов операционной системы, которые на уровне ядра запускаются, такие как брокер. Атентификация – это Local Security, Authority, Subsystem, LSAS. Это виртуальный TPM. Кстати говоря, теперь доступна виртуализация TPM. Это значит, мы аппаратный TPM можем предоставить для нужд виртуальным машинам, виртуализировать его, что позволит вам более эффективно использовать тот же самый BitLocker в среде виртуальных машин с использованием уже TPM. Еще одна функциональность – Hypervisor Code Integrity. Hypervisor Code Integrity призван обеспечить целостность кода, отвечает за выделение памяти процесса, что позволяет противостоять атакам переполнения буфера. При атаках переполнения буфера у нас что? У нас происходит возможность вставить злонамеренный код в адресное пространство легитимного процесса и в его контексте, в его адресном пространстве его выполнить. В данном случае за выделение памяти отвечает этот компонент, то есть он выделяет приложение память, соответственно, и помечает эту область памяти, как ReadOnly или ReadAndExecute, что запрещает туда писать что-то левое, какой-то другой код. Для того, чтобы контейнеризация работала, требуется поддержка Hypervisor, соответственно, поддержка в ЦПУ, технологии, такие как VTX и VTD. Следующий пласт, который нуждается, следующий слой, который нуждается в безопасности, это безопасность новой приложений. В Windows 10, как я уже говорил, положение должно быть доверено на основе подписи для возможности запуска. Мы можем реализовать список доверенных сертификатов с помощью того же Device Guard. У нас для уязвимости характерной веб-приложения существует еще один компонент, Control for Guard, защитник управления потоками. Защищает от веб-атак через контроль доступа к освобожденным веб-приложениям участком памяти. И универсальность и кросс-платформенность приложений, опять же, реализуется благодаря возможности запуска приложений в контейнерах, обеспечивает их изоляцию, в какой-то степени кросс-платформенность. Windows Defender тот компонент, который реализует более традиционную, более классическую защиту на прикладном уровне от злонамерного ПО. Встроен по-прежнему в Кренскую и теперь сервенную операционную систему Windows Server 2016, так называемый Winnext, который пока в виде technical preview доступен. При установке стороннего антивирусного ПО, как и ранее, защитник отключается, чтобы не конфликтовать, не мешать работе какого-то стороннего ПО. Но при этом он контролирует обновляемость базы, антивирусной базы стороннего ПО. Если эта база на протяжении трех дней подряд не обновлялась, соответственно, принимает защиту на себе, то есть включается и защищает систему. Одно время встречалась информация о том, что NAP, Network Access Protection, защищенный доступ к сети, технология больше не будет поддерживаться Microsoft. Да, в виде NAP она не поддерживается, ибо ей на смену пришло дальнейшее развитие, реализованное через службу Provable PC Health, предполагаемая за руль и работоспособность системы на основе облачных уже технологий. То есть идея заключается в том, что система запрашивает доступ к ресурсу, MDM-сервер или MDM-решение, соответственно, решение по управлению мобильными устройствами, запрашивает сведения о работоспособности этой системы. Проверяет настройки безопасности, и если настройки безопасности, такие как включение того же самого Firol, Defender, обновляемость, соблюдены, то предоставляет доступ к запрошенному ресурсу. В противном случае переходит на использование условного доступа. То есть доступ предоставляется только к тем ресурсам, которые могут привести устройство в защищенное состояние. Ну и продолжая разговор о безопасности, безопасность непосредственно отношения имеет такая технология как обновление. И новое слово в этом разделе за технологию Windows Update for Business. На самом деле она еще пока не выпущена, она будет до конца года реализована. Идея заключается в том, что для доступа к новым возможностям, новым технологиям на девайсах конечных и бизнес-пользователей нам необходимо получать обновления по мере их выхода. Но известная проблема, когда свежевыпущенное обновление становится доступным, прежде чем его внедрять в рабочую среду, дабы не нарушить ход бизнес-процесса, необходимо протестировать его на совместимость с типичной для организации средой. Windows Sublet4Business использует понятие кругов для распространения обновлений. Но на самом деле обновления качаются с центра обновления, и мы сами вольны, или айтишники вольны определять круги или кольца применения обновления. Под кругом подразумевается набор девайсов и, соответственно, сотрудников, как правило, это айтишники, к которым изначально будет применяться для предварительного тестирования обновления. Ну, что называется, будем тренироваться на кошках, как видно в слайде. После того, как обновление применено посредством этой технологии к тем девайсам, которые составляют обозначенные айтишниками первый круг и получены фидбэки, отклики, мы можем пошагово внедрять эти обновления на последующие круги, уже представленные девайсами тех и иных бизнес-процессов, пользователей тех и иных бизнес-процессов организации, бухгалтерия, менеджмент, продажники и так далее. Этих кругов можно быть немерено, то есть вы сами возьмите определять. Ну и более подробно затронутые мною технологии и технические аспекты, где их найти и как их сконфигурировать, они рассматриваются на курсах, на грядущих курсах. Ближайшие курсы по Windows 10, обозначенные на слайде. Соответственно, пройти по ссылке, откроется ресурс Microsoft Learning. Курс 206971A будет доступен с 13 октября 2015 года. Подложительность и того и другого курса 5 дней. Стандартность такая часовой курс. В режиме утро-день обучения это 5 дней, в режиме только вечер это, соответственно, 2 недели 10 дней. Что мы тут видим? Можем пройти по ссылке, да, к уж details посмотреть. Это обзор Windows 10, что нового. Это работа с польским интерфейсом, опрос инсталляции Windows 10, миграции, настройки базовых девайсов, конфигурированием, синхронизация настройки с фондрайвом, конфигурирование сетевых подключений, то есть типовые задачи, с которыми каждый пользователь или каждый атишник сталкивается. Управление хранилищем, опять же, Storage Space поддерживается, управление файлами и печатью, поддерживается также Work Folders, регистрация рабочих пабов, управление приложениями, и управление безопасностью данных в первом продвижении. Управление безопасностью сетевого доступа и поддержка Windows, мониторинг, резервное копирование и так далее. Ну, второй курс будет доступен с 21 октября, это развертый управление Windows 10 с использованием службы предприятия. Здесь такие средства поддерживаются. Ну, на самом деле, я уже говорил, что после небольших обновлений, приносящих сведения о новой системе и возможностях в групповые политики, в такие средства как МДТ или System Center Configuration Manager, после обновлений последних мы можем интегрировать рабочую станцию под управлением Windows 10 в домен Windows Server, под управлением Windows Server, мы можем управлять новыми системами через посредничество System Center Configuration Manager, туда новый Task Sequence добавим и МДТ также, который благополучно с System Center Configuration Manager интегрируется, и детали курса как раз говорят нам о том, что управление девайсами в интерпрайсе будет затронуто, в частности, будет рассмотрено средство в АДК, обновленное, в том числе Windows CD для создания пакетов провизинга или подготовки операционной системы к корпоративной среде. Вопросы миграции и управления пользователями профилами и виртуализацией пользовательского состояния также будут рассмотрены к утилитам USMT. Вопросы безопасности и работа на гибридной среде с Azure Active Directory тоже вы здесь можете увидеть. Пойдя по ссылкам, вы можете, конечно, все это посмотреть. Как записаться на курсы? Эти курсы также будут доступны в учебном центре специалист, поэтому можете записаться на эти курсы ко мне и на эти курсы и на другие, если вас интересует имеющаяся система или какие-то другие технологии от Microsoft, либо на сайте www.spециалист.org либо позвонив по телефону, который вы видите на слайде, который также на сайте специалист может быть доступен. Также способы записи вы можете увидеть на сайте. Вопросы, пожалуйста. Как я уже говорил, если будут возникать вопросы можно задать мне в почте. Таким вот образом. Ну и, естественно, все эти вопросы будут раскрыты, и можно о них подискутировать на курсах. созреет вопрос, пожалуйста, я доступен. Ну, если вопросов пока не возникает, в общем-то, информация достаточно новая. спасибо за то, что были с нами, спасибо за внимание. Так, фильтр регулируешь не надо. Да, ничего не надо ставить, я еще раз повторюсь, то есть, если, ну, вопрос был задан, соответственно, установка предложенной операционной системы в качестве NPS upgrade, в качестве обновления сохраняйте данные, да, это просто обновление, это рекомендуемый подход для поиска компьютера, на котором уже установлены приложения, ну, например, у вас может уже не быть дистрибутив, да, или вы не хотите приустанавливать, или вы не хотите их принастраивать, и у вас какие-то данные, и у вас нет места, куда эти данные, большой, конечно, медиа информации сливать, поэтому прямое обновление гарантирует, что у вас вплоть до его завершения все данные, все приложения будут доступны, после завершения все приложения, ну, вообще говоря, прежде чем начнется обновление, у вас мастер совместимости отрабатывает и говорит, все найденные приложения совместимы ли, если они совместимы, вам об этом будет явно сказано, то есть, вам будет предложено либо инсталлировать. Соответственно, все ваши приложения будут сохранены, будут сохранены со всеми настройками, будут доступны, поскольку они совместимы, поскольку Windows 32 не поменялось в новой системе, и все данные будут на тех же местах, где и были, и также будут выйти свои документы, и свои... Не надо, офис не надо. В магазине доступны, опять же, вы можете установить, если у вас не был установлен офис, плиточные приложения, если у вас, ну, например, свежая установка, да, вам можно будет. Если приложения уже существуют, ну, как бы они по умолчанию-то не добавлены, если у вас их не было, вы можете их из магазина, а если они есть, но у вас ничего нового вынесено не будет, ничего конфликта. Так, теперь я слышала, что Windows 10 не будет своего видеопроекта. Это правда? Так, насчет медиаплеера. Форумы вроде как обсуждают, да, у меня десятка установленных, и виртуалки, на рабочем стенде. Ну, соответственно, как обнаружить, открыть медиаплеер Windows 10, там все то же самое, все совместимо. Пока уже говорили, все приложения, они совместимы. Просто если надо, установите. Старт All Apps, нажимаете W, и выбираете найденный Windows Media Player. Конечно, да, да. А как он называется? Также называется Windows Media Player. А, буквы как-то. Боюсь соврать, по-моему, там расширена поддержка файлов, там, по-моему, даже МКВ будет поддерживаться. Насколько я помню, такая информация была, просто еще не успел попробовать именно на медиа, в основном, тестировать такие интерпрайсные вещи. Так, еще один вопрос, насколько я помню, вы задавали это по поводу, и я обещал показать, рассказать по поводу слежки. Ну, да, изобилует как бы сеть слухами о том, что Windows 10 собирает данные поиски. Вот, пожалуйста, ссылка вам на хабы статья есть, называется, как Windows 10 собирает данные поиски. Вы можете просто вбить по гугле. Исследователи независимые провели с помощью нехитрых методов, отслеживая, в общем-то, к чему по сети обращается система через сниферы. И вот список тех сайтов, как правило, сайтов для телеметрии, куда информация о пользовательской активности сбрасывается. При желании, чтобы вам не прописывать все эти сайты в файле хост блокировки, есть возможность гитхаба скачать дизейл рентрекинг. Программу скрипти, которая использует известный способ отключения слежки в Windows 10. На самом деле это не слежка, активность пользы, она интересна только для обучения картаны, для определения интересов, типовых паттернов работы пользователей, чтобы сделать систему лучше и более привлекательной, чтобы не было провалов и всяких там. Ну, на самом деле она же сейчас есть, вот в гугле, да? Да, да, ну, понятно, что в гугле то же самое есть, поэтому вы спокойно к этому? Ну, господи, ну, что во мне такого может быть? Ну, собственно, здесь, да, здесь, в общем-то, больше. Я переживаю, но это статья вот, это какой сэн? это хабр, 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 арю, пожалуйста, нужно почитать. Хорошо, 20 минут. По поводу дополнительной технологии, у вас, опять же, у вас по умолчанию есть стандартная парольная аутентификация, вы можете в настройках аккаунта, соответственно, выбрать настройку технологии и Microsoft Passport и Windows Hello. Это не Windows Hello, а Passport? Ну, Passport это, как бы, основа, над которой надстраивается интеграция с биометрией. А мне было честно, биометрия не нужна. Пас параметры настройки, да. Мне нравятся вот эти кубики, и как-то меня то, что пуск должно быть, я уже отбукла от пушек. Мне нравятся мои я так настроилась, все, что надо, все, что не надо. Есть параметы здесь вы можете настроиться. Учетная запись, параметры входа и sign in. И вот здесь вы можете выбирать пароль, выбирать пин-код, графический пароль. А графический это расписаться или нарисовать, да, линии провести, как и в восьмерке было доступно. В английской версии системы также это все. Идея заключается в том, что если вы хотите распознавание лица SPS, вам потребуется дополнительная оборудование, вам потребуется инфракрасная камера. Дело в том, что нужно подтверждение присутствия пользователя, не просто фотографии, чтобы вам показали. Обычная веб-камера, она на фотографии может реагировать, а здесь инфракрасная в случае демонстрации изображения ничего не покажет. Я тут недавно попробовала. Живого человека увидит только инфракрасную. Я еще не привыкла разговаривать. Дело в том, что биометрическая аутентификация в силу своей комплексности может давать сбои. Представляете, мы узнаем. И при нескольких последовательных ошибках, что произойдет? При последующих ошибках вам будет предложено ввести пин-код. Поэтому вы не сможете активировать Windows Hello, пока вы не зададите пин-код. Ну, пин – это, собственно, способ получения доступа к TPM или программной реализации для извлечения на основе ваших данных доступа к закрытому ключу, в котором будет осуществляться операция подписывания строки взаимодействия, аутентификационные строки взаимодействия с корпоративными системами аутентификации и так далее. А еще можно показать вот листок или вот чтобы панель управления создать? Я не подписала. Ватмод, сейчас я выведу, покажу. Кстати говоря, хочу продемонстрировать, что у нас пакет провизинга отработал. Мы можем посмотреть свойства системы после перезагрузки. У вас поменялось PRO на корпоративное. где-то в ночи. Вот. Вот. Вот точка. Такая вот. У меня немного стоит. Спасибо за внимание. Если вопросов больше нет, благодарю, что были с нами. До встречи на Куре.